Я с большим удовольствием хочу пригласить для презентации Кондратского Юрия Николаевича, моего со-модератора, руководителя отделения опухолей грудной полости Национального института рака с докладом выбора объема лимфодиссерции при раке пищевода. Пожалуйста. Продолжение следует... И множество различных есть методик, когда анвил заводится через пищевод и наложение изофо-юно-ностобоза при различных методиках. Конечно, этот вопрос следует еще изучать, но хотелось бы поздравить коллектив авторов за прекрасный материал, который развивает это направление в лапроступической хирургии. Да, пожалуйста. Итак, уважаемые коллеги, вам предлагается доклад выбора объема лимфодиссерции при раке пищевода. Пользуясь случаем, хочу почтить память моего шефа, моего учителя, Ганула Валентина Лениновича, который, в принципе, формировал до... Всю школу пищеводной хирургии в Украине за это время, в этом году он нас покинул. Но я ему благодарен за ту учебу, за то, что он передал свое мастерство мне и моим коллегам. Возвращаясь в эксурс исторический, становление хирургии на Украине было достаточно тяжелым. С 1967 года Валентин Ленинович начал этим заниматься. Были достаточно тяжелые, плохие результаты непосредственные. Однако, постепенно хирургическое мастерство росло и уже с 1985 года фактически цифры были удовлетворительные. Однако, достигнув этого, решили, что дальше хирургии развиваться уже некуда. Начали бы использовать комбинированное лечение и добились достаточно неплохих на то время результатов. И, к сожалению, на какое-то время хирургия пищевода в нашем институте остановилась. Но, сделав выводы, такие, что 10-летняя выживаемая, оставшаяся 31%, должна рассеять все иллюзии относительно правномерности, консервативной терапии у данного характера больных. И также, что можно выполнять простую лимфодиссекцию. Однако, проанализировав литературу, особенно данные метаанализов, мы пришли к выводу, что это далеко не так. И по результатам нескольких крупных исследований, как мы видим, 5-летняя выживаемость во всех группах достигает 53,5%, что гораздо больше, достигнутые нами 30%. Поэтому мы начали выбирать то хирургическое вмешательство, которое поможет нам сделать оптимальным хирургию, достигнуть хороших результатов. Проанализировав существующие исследования, мы поняли, что сравнение доступов в основном идет среди трансторакального и транстохиотальных операций. Однако, как ни странно, не сравнивались лимфодиссекции 3F и 2F. В то же время, большое количество авторов свидетельствовало о том, что поражение лимфоузлов при различной локализации рака пищевода, от верхнегрудного до нижнегрудного, имеет свои закономерности. И как видим, большинство авторов пишет о том, что есть группы лимфоузлов, которые поражаются независимо от того, где находится опухоль. Другими словами, необходимо максимальное удаление групп лимфоузлов, которые чаще всего поражены опухолю. В данном случае представлено различие оперативных вмешательств 3F, 2F и 2S, которые описаны в литературе. Если 3F – это максимальная операция с наибольшим забором лимфоузлов, включающая объем D2 в брюшной полости, полную лимфодисекцию грудной и удаление шейных лимфоузлов с другой билатерально, то при выполнении 2F можно пожертвовать лимфоузлами шейными, при 2S – лимфоузлами еще верхнего средостения. Соответственно, первая операция должна выполняться при раке средней и верхней трети пищевода, вторая операция возможна при раке нижнего трети пищевода, и 2S возможна при раке желудка с распространением на нижнюю треть пищевода. Есть четкая зависимость отдаленных результатов от количества удаленных лимфоузлов. Как видим, только удаление от 30 и более лимфоузлов позволяет говорить о какой-то хирургически достиженном положительном результате. И так, это повторяется слайд, который мы проанализировали, то есть благодаря использованию 3F-лимфодисекции мы можем достигнуть 5-летней выживаемости до 53%. Причем у пациентов, у которых в лимфоузлах не будут обнаружены опухолевые клетки, есть шанс в составляющей 88,7% избавиться от этого заболевания. Здесь приведены данные о поражении лимфоузлов даже при начальном стадии рака, то есть Т0-Т2. Как видим, 16-17% поражения лимфоузлов есть у этих пациентов, хотя для Украины считается, что это достаточно маленькая опухоль, которую можно экономно соперировать. По результатам фактических всех исследований мы говорим о том, что есть поражение бифоркационных и чревных лимфоузлов, как единственного пораженного коллектора, который диктует необходимость рассматривать 2С и ДЕП-1+, объем диссекции, абсолютно необходимый при любой локализации опухоли. Другими словами, если вы эти узлы не забираете, фактически вы обрекаете пациента на продолжение заболевания. Данное оперативное вмешательство при поражении пищевода является обязательным. Меньше сделать вы не можете. Есть достоверные отличия также в частоте поражения верхних медицинальных лимфоузлов, которые тоже позволяют рассматривать 2С-диссекцию как опцию при Т0-Т2 аденокарциномии типа Зиверт-2. Это кардиозофагиальный рак. Здесь говорится о том, что при раке верхней трети пищевода возможно сэкономить на объеме лимфодиссекции в брюшной полости, так как процент поражения составляет всего лишь 18%. То есть мы можем с объема лимфодиссекции Д2 сместиться в сторону Д1+. Эта картинка сегодня популярна на нашей сессии. Однако в данном случае здесь идет речь о раке пищевода. При раке средней и нижней трети пищевода лимфодиссекция должна выполняться такая же, как при раке желудка. При раке верхней трети пищевода, а также кардиозофагиальному раке мы имеем право уменьшить объем лимфодиссекции до Д1+. Теперь вернемся к осложнениям. К сожалению, действительно достаточно большое исследование, которое исследовало разницу между диссекцией 2F и 3F. Есть увеличение количества осложнений в случаях с лимфодиссекцией 3F, что в принципе объяснимо. И хочу привести наши уже результаты. Мы, к сожалению, начали достаточно поздно это все выполнять. Только с этого года пошла хирургическая активность. В данном случае показан пациент. Выполняется операция по поводу средней, нижней трети пищевода. Выполнена лимфодиссекция Д2. И в грудной полости выполнена диссекция в объеме 2F. Вы видите ворота печени полностью удалена, вся клетчатка. Здесь это трункус с удалением и селезеночную артерию. Видно полностью удалены лимфоузлы. А это грудной этап. Здесь удалены фактически все лимфоколлекторы грудной полости. Видно перевязанная вена азигас, оголенные нервы. И это противоположное средостение. Отведели вену, чтобы было видно, что там забрана также вся клетчатка. Теперь самое серьезное осложнение для пациентов, с точки зрения пациентов. Это повреждение рекуренса. Когда пациенты на следующий день не могут говорить. И для них это достаточно мощная психологическая травма. Да, действительно, при выполнении 3F лимфодисекции мы видим рост количества травм этого нерва практически 20%. Однако, я думаю, вопрос в хирургическом мастерстве хирурга. И в первое время, естественно, эти травмы будут в большем проценте случаев. А затем постепенно снижаться. Таким образом, резюмировая, мы можем говорить о том, что на сегодняшний момент оптимальной резекцией для внутригрудного рака пищевода является выполнение 3F лимфодисекции в грудной полости и 2D2 или D1 плюс лимфодисекции в грудной полости. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Юрий Николаевич. Также очень интересный доклад. Пожалуйста, кому угодно задать вопросы.